Вы знаете, я хочу спеть такую песню, которая до сих пор, до сих пор, она как бы слушается. Вот недавно было, 15 лет, со времен этих трагических событий в Нью-Йорке, 11 сентября. Вы были там в то время, да? Да, я могу о том рассказать. Да. И вот я написал песню, и вы знаете, я не знаю, как она сложилась. Это придуманная история. Хотя мне потом приходили письма. Виктор, вы поймите, что есть какие-то сайты, где вот какие-то обожженные, раненые люди после этой истории. Может быть, ваша любимая жива. То есть люди поверили, что это какая-то конкретная история. Нет, но эта история, которая вот написалась буквально вот сразу, вот как-то она сложилась после этих всех. Она, я не знаю, может она устарела, но я хотел бы ее предложить вашему вниманию. 11 сентября. Новый век. Такую выдал осень. Под кровавый ряд телекартин. Я звоню тебе домой и в офис, прорывая восемь, сто день. Я звоню тебе и днем, и ночью. Три зарплаты, скоро выйдет счет. Я пишу по электронной почте. Может быть, куда-нибудь дойдет. Говорят, что не проходишь в списках. Говорят, чтоб твердым был душой. И друзья уже приносят визги. И тихонько пьют за упокой. Помнишь, как уехать ты хотела от тупой советской суеты. Милая, неужто ты сгорела на костре страны своей мечты? Как рыдала бабка-коммунистка, для которой все был вечный бой. Может, сейчас седая атеистка в небе обнимается с тобой. Я звоню родным, звоню повсюду. Я вхожу в проклятый интернет. Я все жду. А может, будет чудо. Только ни тебе, ни чуда нет. Новый век. Такую выдал осень. Под кровавый ряд телекартин. Я звоню тебе домой в офис, прорывая 801. Прорывая 801. Кстати, вот, когда это произошло, я как раз был в Нью-Йорке. И я себе в тот период оформлял пенсию. И мне из этого World Trade Center потеряли три строчки, три года. И, естественно, он отражался на пенсии. И я решил сходить туда, в World Trade Center. Ну, вот я выбрал время. Это был как раз одиннадцатый год. Смотрю, одиннадцатый год. Мне есть по порядку батьки у Пэтла. Так вот. Я вечером после работы. Чувер, что-то. После кислета. Пошел туда, в World Trade Center, не так далеко, от 14 улицы. Пришел. И опоздал. Все. Там только что закрыли. Все. Ну, я, конечно, был огорчен. Но думаю, завтра. Не возмущен. Завтра придомится. Пошел домой. Все нормально. Лег спать. Значит, пошел утром принимать ванну. В ванну, значит, шум воды. И вдруг слышу какой-то дихий грохот. Я жил в то время на 68 улице. А это произошло в даунтауне. Но я услышал дичайший грохот. Такое впечатление, как будто грузовик, нагруженный каким-то ржавым железом, упал на бок. Вот такой у меня. Думаю, я даром отскочил в кокну. Все нормально. Все. И вдруг вижу по телевизору. Показывает этот ворс-центр же горящий. Я подумал, что это показывает какой-то фильм. Я подумал, что это фильм. Ну, я, конечно, не понял ничего. Особенно, когда самолет влетает, как график. Потом ночью я уже, когда наделся, сел на автобус ехать туда, на 14 улицу. Автобус дошел до определенной улицы и встал всех в высоте. Ну, все говорят, о чем-то я не могу понять. Возбужденно. Я думаю, ну, что-то я не могу все еще понять, чтобы произошла катастрофа. Так вот. Хорошо, что я не пошел туда так рано. Господь меня хранил. За то, чтобы чаще опаздывали.